Командное взаимодействие и самоорганизация в современной образовательной среде. Тема международной научно-практической конференции, организатором которой выступили Высшая школа социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ, Университет прикладных наук Северо-Западной Швейцарии и Германо-Российский форум. Мы очень рады, что у нас сегодня проходят международные мероприятия, особенно в условиях ковида, когда приезжают нам партнеры. Это действительно очень важно, потому что персональное общение позволяет развивать международные контакты более интенсивно. Сегодня у нас серия по-настоящему мероприятия из целого цикла, потому что этот проект, посвященный конференции по командообразованию в современном образовании, он начался в мае этого года на онлайн-площадке, и сейчас проходит один из очных форматов на базе нашего университета. И проект этот мы реализуем при поддержке Германо-Российского форума. Международная конференция посвящена методикам современного образования. Европейские и российские коллеги поделились своим опытом по самым актуальным темам. Групповая динамика и самоорганизация как модель командного взаимодействия. Организационная социализация как динамический процесс. Межпоколенные отношения в контексте командного взаимодействия. Неэтичное поведение в образовательной среде – один из мастер-классов, который прошел в рамках конференции. Наш мастер-класс родился из педагогической практики. После того, как целый год, можно сказать, работали или в онлайне, или в рамках гибридных мероприятий, когда часть студентов была онлайн подключена к мероприятиям учебным. Был получен очень позитивный опыт в общем и целом, но были некоторые прецеденты неэтичного поведения. Например, расистские замечания или экстремистские, профашистские и так далее. И столкнувшись с этим впервые как преподаватель, конечно, мной и коллегами был испытан шок, и возникла необходимость с этим совсем обращаться. Существуют определенные способы защиты от так называемых неэтичных личностей. Самое главное – хорошо знать свою аудиторию, кто именно будет присутствовать на мероприятии, ограничить доступ к паролям. Ну а если вам все-таки необходимы методы сотрудничества, взаимодействия и доверия, можно воспользоваться опытом Олафа Гераманиса, профессора Университета прикладных наук Северо-Западной Швейцарии. На международной конференции он представил свою книгу, переведенную на русский язык, «Групповая динамика и самоорганизация». В понятной и доступной форме автор излагает принципы групповой динамики и объясняет ее ключевые понятия – шансы и риски, связанные с самоорганизацией. Цель моей книги – показать философию групповой динамики, то есть сделать ее доступной для читателей, показать ее практическую сторону и самому мне найти ответы на вопросы, что такое групповая динамика. Самое главное – начало важному сотрудничеству двух альмаматор, Северному Арктическому Федеральному Университету и Университету прикладных наук Северо-Западной Швейцарии положено. Есть общие цели и намерения. План у нас уже есть, и в этом проекте у нас активно участвуют две высшие школы. Это Высшая школа социально-гуманитарных наук и международной коммуникации и Высшая школа педагогики, психологии, физической культуры. И мы надеемся, что у коллег сложится очень серьезная такая команда, и в дальнейшем будет продолжена работа. Елена Вишнякова, Сергей Земских, Даниил Ниткачев, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.